Здравствуйте! Здравствуйте! Милый день! Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Юрий Тюняев родился и вырос на Кубани. В медицине решил посвятить себя еще будучи школьником. Тогда поступить в медицинский так и не смог. Не позволяли средства, но от мечты не отказался. Решил двигаться к ней постепенно. Закончил медучилище по специальности фельдшер. Практиковался в небольшом поселке Пермского края. И накопив нужную сумму на заветную мечту, все-таки поступил в Красноярский медицинский институт. Но и тут было не все так просто. Учебу пришлось совмещать со службой в армии. Ну, а мне же еще год служить. И спасибо. Я его всю жизнь помню и буду помнить. Мой командир пошел мне навстречу. Он отпускал меня на занятия четыре раза в неделю в вечернее отделение. По работе Юрий Тюняев побывал в разных городах. Но самой близкой сердцу всегда оставалась родная Кубань. Сюда он и вернулся в 70-м году. Тогда городской больнице Анапы требовались высококвалифицированные кадры. И он без раздумья согласился пополнить ряды анапских медиков. Здесь прошел путь от главного врача кожного нейрологического диспансера до первого заместителя центральной больницы. И на всем пути оставался человечным и открытым для своих пациентов. Каждого знал по имени. Идем по городу на праздник, по центральной улице. Идет заведующий город здраводелом, главные врачи. Народ идет навстречу и гуляет. Со мной – здравствуйте, Юрий Кузьмич. Здравствуйте, Юрий Кузьмич. А этот город здравоохранитель говорит – тебя больше знают, чем меня. Я говорю – ну, каждому свое. Юрий Кузьмич посвятил медицине больше полувека. На пенсию ушел в 73 года. Говорит, что считает себя счастливым человеком. И не жалеет ни одного прожитого дня. В том числе и благодаря своей профессии. Вы знаете, я испытывал, ну, сказать, эстетическое удовольствие. Просто удовольствие. Да, наверное, каждый врач. Когда ты видишь, как на твоих глазах человек поправился, выздоровел. Это очень большое и приятное чувство. Я считаю, что медиками должны быть призванные люди. Он не помнит, сколько грамот и благодарностей получил за время работы. Да их и не счесть. Некоторые красуются в рамках, другие аккуратно сложены в альбом. Но, как признается он сам, нет больше награды, чем благодарность поправившегося пациента. И в преддверии профессионального праздника своим коллегам желает сохранить самые главные качества врача – человечность и отзывчивость. Будьте доступными, благожелательными. Не забывайте, что вы медработник. Что одно слово ваше может повлиять и на психику, и на состояние, и на излечение.